Рынок вторичного жилья оказался более устойчив к кризису 2020 года по сравнению с сегментом новостроек. В августе спрос на готовое жилье в России вырос более чем на 52% по сравнению с прошлогодним показателем. По мнению аналитиков, в условиях пандемии растущая популярность вторички связана с разнообразием жилого фонда, резким снижением ипотечных ставок и возможностью сразу въехать в квартиру. Но главный фактор – застройщик резко поднял цену и рост составил от 20 до 30% в зависимости от региона. Всего вслед за этим в сентябре ажиотажный спрос на рынки недвижимости привел к небольшому дорожанию вторичного жилья в России. По данным Авито недвижимость, за год средняя стоимость квадратного метра в стране увеличилась от 3 до 6%, составила 56,5 тысяч рублей. И по ценкам портала Сбериндекс наибольший рост показал Хабаровский край – почти 23%. Существенно подорожала вторичная недвижимость Ленинградской области – 19%, Республики Алтай – 18%, Амурской – 17%, и Калининградской областях – 16%. В Москве цены на вторичку выросли почти на 10%, в Петербурге – на 4%. Чаще всего покупатели предпочитают двухкомнатные квартиры, на их долю приходится почти 40% от общего объема сделок. 35% сделок приходится на приобретение готовых однокомнатных квартир. Ситуацию на рынке недвижимости в Хабаровском крае обсудим с экспертом. У нас в гостях Евгения Невинская, заместитель директора агентства недвижимости. Евгения, доброе утро. Ну вот как сейчас можно оценить самочувствие, так скажем, рынка недвижимости в нашем крае? Ну, оживление на рынке недвижимости Хабаровского края, города Хабаровска в частности, заметно. Несколько причин. Что касается, допустим, нашего города, это, ну, во-первых, пандемия, которая отложила на определенный период спрос. Да, то есть отложенный спрос. Процентные ставки, безусловно, то есть это самая прямая закономерность к росту цен, снижение процентных ставок, рост спроса на недвижимость. Ну и программы, в частности, дальневосточная ипотека, которая, ну, скажем так, не оправдала ожиданий наших граждан, так как она была рассчитана только на новостройки. Вот. А строительство у нас в Хабаровске, к сожалению, намного отстает от строительства, ну, например, как в Санкт-Петербурге или в Москве или каких-то других городах. А я правильно понимаю, что как раз-таки новостройки оказались в дефиците, и на них выросли расценки, а первичка может потянуть и вторичку? Ну, оно, можно сказать, так и пошло, так и получилось, да, цены на новостройки взлетели очень сильно, и, в общем-то, это так и уравновесило ту выгоду, которую хотели люди получить, воспользовавшись ипотекой. Но это, опять же, дефицит новостроек, у нас их очень мало. А вот сейчас что-то меняется, то есть, я помню, говорили об этом в начале года, о том, что вот, ну, не хватает предложения, а теперь, может быть, там как-то проснулся рынок, или застройщики новые, или нет, все так же? Рынок проснулся, а вот застройщики не проснулись. К сожалению, у нас, ну, незаметно, что у нас как-то очень сильно увеличился этот рынок. Но вторичная недвижимость, она всегда была в спросе, и, в общем-то, это достаточно ожидаемо. Что касается спроса, какие квартиры востребованы более всего? Одна, двухкомнатные, трехкомнатные? И в каком районе Хабаровска? Такой у вас интересный вопрос. Дело в том, что у нас недвижимость приобретается ввиду того, что люди хотят решить свой жилищный вопрос. Если мы говорим просто о статистике, то, конечно, каких квартир больше, как правило, это одна, двухкомнатные, те и более востребованы. Но это не говорит о том, что квартиры там трех, четырех, ну, какие-то квартиры другие востребованы. Могу сказать, в частности, по категории жилья, недвижимость эконом-класса востребована. Она была востребована всегда, и сейчас это наиболее актуально, потому что доходы наших граждан не увеличились. А вот недвижимость класса комфорт чуть выше элит, она, к сожалению, вот проседает. То есть тут стагнация, потому что большая часть, подавляющее большинство продавцов такой недвижимости уезжают из города. А вот, к сожалению, тех, кто мог бы ее купить, их либо уже нет в Хабаровске, да, либо... Либо они уже решили жилищный вопрос. Они уже решили свой жилищный вопрос, да. А вот по району можно тоже как-то отметить, что к центру стараются или, наоборот, ближе куда-нибудь к спальне? Здесь все зависит от ситуации, да. То есть у нас очень насыщенный южный микрорайон со своей определенной спецификой, северный микрорайон. Центр, в общем-то, спрос достаточно уравновешен, то есть нет каких-то серьезных перекосов. Насколько хоть на банке сейчас выдают ипотечные кредиты, потому что ситуация непростая, да и тем более, что там многие просят ипотечные каникулы, да. Вот сейчас насколько рискованна вот эта сфера? Для банка? Да, для банка, конечно. Ну, на сегодняшний день не могу сказать, что банки как-то стали ужесточать требования по ипотеке. Наоборот, процентные ставки на протяжении, с начала года, вот на протяжении этого времени достаточно активно снижались, чем и подстегнули рост. Но это все, скажем, это все временно. Скорее всего, все равно будет период, когда банки, набрав определенный ипотечный портфель, начнут ужесточать требования по ипотеке или повышаться процентные ставки. Потому что, в принципе, ситуация сейчас достаточно хорошая для того, чтобы взять ипотеку. Вот. Так что, если есть возможность, если есть необходимость решить свой жилищный вопрос сейчас, нужно решать. То есть можно брать квартиру? Или все-таки стоит повременить и отложить на потом посылку? Что говорят, тут о концу года чуть подрастет. Тут говорят, наоборот, вернется к январьским показателям ценного. Чего ждать? Все зависит от экономических и политических показателей. То есть мы очень остро зависим от того, что происходит у нас в мире, в стране. Если мы говорим об инвестиции в недвижимость, инвестиция в недвижимость – это хорошая инвестиция, чтобы не потерять деньги. Если мы говорим об инвестиции, чтобы приумножить свои доходы, есть варианты, у нас есть несколько хороших примеров наших клиентов, которые, будучи живя в Хабаровске, приобрели недвижимость в Санкт-Петербурге и в Москве. Это хорошая инвестиция. Ну, это в рамках уже другого разговора. А если мы говорим о том, что людям необходимо решить свой жилищный вопрос, вот им сейчас нужно переехать или, ну, назрела ситуация, ждать какого-то времени, когда удобно, поверьте, поднимутся процентные ставки на ипотеку, и жесточатся требования, ипотеку могут дать не всем. Цены снизятся, а покупатель купить не сможет. Поэтому вот есть необходимость сейчас – решайте сейчас. Оно все равно потом все уравновесит. Вырастут цены – снизятся ставки. Вырастут ставки, снизятся цены. Там не будет такой серьезной разницы, если мы говорим о решении жилищного вопроса. По инвестиции там немножко другая ситуация. Там надо искать определенное время, но варианты есть уже и сейчас. Спасибо большое. Евгения, вам большое спасибо, что помогли разобраться в вопросе. У нас в студии была Евгения Невинская, заместитель директора агентства недвижимости. Спасибо. Спасибо. Спасибо.